Привет, дорогие друзья! Меня зовут Наталья Петрова. Добро пожаловать на мой канал! Сегодняшней нашей темой будет Future Perfect Tense. Будущее завершенное время. Приятного просмотра! Future Perfect – это будущее завершенное время. Обозначает действие, которое совершится к определенному моменту в будущем. We will have talked to him. Мы поговорим с ним. Future Perfect образуется при помощи вспомогательного глагола have в будущем времени, а также при части прошедшего времени основного смыслового глагола. Глагол have в будущем времени имеет единственную форму will have, которую мы будем использовать со всеми лицами. Что же касается причастия к прошедшему времени, то здесь нам необходимо учитывать, правильные это или неправильные глаголы. Что касается правильных глаголов, то к основе мы просто добавим окончание «иди». Что же касается неправильных глаголов, то здесь нам поможет таблица неправильных глаголов, и мы будем использовать третью колонку данной таблицы. В отрицательной форме отрицательная частица not ставится после вспомогательного глагола will. Данная форма может быть сокращена до формы want. В вопросительном предложении вспомогательный глагол will ставится перед подлежащим, а have и основной смысловой глагол – после него. Вы уже приготовите к тому времени. Future perfect употребляется для выражения действий, которые уже совершатся к определенному моменту в будущем. They will have learned English by the end of this year. Они выучат английский к концу этого года. А также для выражения действий, которые завершатся до начала другого действия в будущем. They will have eaten the hamburgers when I come. Они уже съедят гамбургеры, когда я приду. Очень часто во времени future perfect мы используем следующее выражение. Он закончит эту работу к тому времени. Мы покинем эту аудиторию к концу этого часа. They will have bought the house by December. Они купят дом к декабрю. Давайте рассмотрим разницу между future perfect, future simple и future continuous. На примере одного предложения, которое мы будем использовать в трех временах. Future simple. Я наведу порядок в доме. Говорим о действии как о факте, который произойдет в будущем. Future continuous. Я буду убирать у себя в доме на протяжении четырех часов. Подчеркиваем длительность действия, которое произойдет в будущем. То есть действие начнется в будущем и будет продолжаться какое-то время. Говоря о действии, которое закончится к определенному моменту в будущем. И мы увидим его результат. Дорогие зрители, мне очень важно знать ваше мнение. Поэтому подписывайтесь на мой канал и пишите ваши комментарии на моей странице под видео. Следующей нашей темой будет Present Perfect Continuous. Пока, друзья!